Сепсис. Септический шок. Что нового? Безусловно, сепсис является одной из ключевых проблем современной интенсивной терапии. Мы видим, что пациенты с сепсисом составляют до 5-6% от всех поступлений стационар. И зачастую в отделении реанимации это треть всех больных. Каждый год сепсиса становится все больше. Мы видим, что согласно современным данным, примерная частота случаев с сепсисом, если использовать современное определение, третье поколение определения сепсиса, это около 200 случаев на 100 тысяч человек в год. Безусловно, сепсис чаще встречается у ряда категорий больных, у мужчин, у маленьких детей, у пожилых, взрослых. При наличии сопутствующей патологии, которая сопровождается дисфункцией системы иммунитета, сепсис может иметь определенную расовую предрасположенность. И мы видим, что сепсис и септический шок являются основной причиной летальных исходов отделения реанимации. И при септическом шоке летальность может достигать 30-60%. К сожалению, даже тем пациентам, кому удалось выжить после сепсиса и септического шока, далеко не всегда прогноз у них благоприятный. Мы видим, что многие из них погибают в течение ближайших месяцев после выписки из стационара, треть нуждается в постоянном уходе, и к нормальной жизни возвращается только треть выживших пациентов с сепсисом. И многие из них поступают повторно в стационар через несколько месяцев после выписки. Безусловно, важную роль в сепсисе в течение последних двух лет сыграл ковид. Мы видим, что у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которая требует госпитализации и выделения интенсивной терапии, сепсис диагностируется практически в трех четвертях случаев. Это достаточно современные данные недавних исследований. И, конечно же, сепсис – это еще и большая фармакоэкономическая проблема. Мы видим, что лечение одного пациента – это десятки тысяч долларов США, миллионы рублей, которые система здравоохранения вынуждена тратить на то, чтобы вылечить этих пациентов. Безусловно, со временем меняются и источники инфекции. И мы видим по данным работ последних лет, что за последние годы еще больше стал превалировать легочный сепсис на фоне тяжелых пневмоний. Инфекция брюшной полости, тяжелые перитониты и панкреоникрозы, инфекция кровотока, тяжелые пилонефриты, катетерассоциированный сепсис, менингиты, энцефалиты – могут быть разные источники. И мы видим, что инфекции встречаются у значимого процента больных в выделении интенсивной терапии. При этом летальность несколько выше при абдоминальном и легочном сепсисе и ниже при урологическом сепсисе, как показывают данные недавних больших эпидемиологических работ. Меняется и, конечно же, флора. Мы видим, что с годами увеличивается удельный вес грамм отрицательной флоры, несколько снижается удельный вес стафилококков, других грамм положительных микроорганизмов. И значимую роль в сепсисе и септическом шоке сыграл и ковид. Мы видим, что наряду с тем, что больше стали использовать средства индивидуальной защиты, методы гигиены, социального дистанцирования, все-таки основная негативная роль коронавирусной инфекции – это резкий рост мультидезистентных микроорганизмов. Это суперинфекция, вирусная, бактериальная, грибковая инфекция. Это необходимость широкого использования антибиотиков, не всегда по прямым показаниям. Это большая нагрузка на систему здравоохранения и на отделение реанимации. Все это привело к тому, что пациенты с сепсисом и септическим шоком на фоне коронавирусной инфекции имеют еще худший прогноз, чем больные без ковида, в доковидную эру. Если мы посмотрим на недавние обзоры, посвященные патогенезу сепсисо-септического шока, мы видим, что, безусловно, это влияние как патоген ассоциированных молекулярных паттернов, эндотоксинов, экзотоксинов, грамм положительных и грамм отрицательных бактерий, продуктов жизнедеятельности вирусов и грибов, так и это эффекты поврежденных тканей, которые также выделяют целый ряд медиаторов воспаления, которые будут поражать различные органы и системы, и вот этот вот каскад медиаторов, настоящий цитокиновый шторм, будет приводить к органной дисфункции, в том числе и к развитию септического шока на фоне повышенной выработки оксида азота, на фоне повреждения микроциркуляции, на фоне целого ряда метаболических нарушений. И, согласно современному определению, мы видим, что септический шок – это сочетание циркуляторных, клеточных и метаболических нарушений, которые и приводят к более высокому риску летального исхода. Безусловно, важно помнить, что несколько лет назад поменялись клинические определения септического шока, и мы видим, что это не только гипотензия – среднее давление меньше 65, требующая возопрессорной поддержки, но и гиперлактотемия – повышение лактата больше двух, что как раз подчеркивает важность метаболических маркеров, о которых будет несколько позднее говорить Игорь Борисович в своем докладе. И мы видим, что, безусловно, повышение лактата, повышение вено-артериальной разницы по углекислому газу, изменение венозной сатурации как в сторону ее снижения, так и высокие значения венозной сатурации – они все будут как раз сопровождаться нарушениями соотношений доставки и потребления кислорода. И как раз эти моменты мы постарались суммировать в нацруководстве по интенсивной терапии под редактором Игоря Борисовича и Дениса Николаевича, где рассмотрели разные варианты сочетаний метаболических нарушений гиперлактотемии, например, и повышенных значений венозной сатурации с нормальными значениями артериальной разницы под СО2, характерной для гипердинамического шока, и другие варианты, которые помогают нам, например, диагностировать гиподинамический шок со сниженным сердечным выбросом, где может стать речь о назначении, например, инотропных препаратов. Безусловно, при септическом шоке значимую роль играет эндотелиопатия. Повреждение эндотелия – капиллярная утечка. Одни из ведущих звеньев патогенеза септического шока. И как раз они, наряду с повреждением гликокаликса, слоя гликозаминогликанов, которые защищают эндотелия от повреждения в норме, мы видим, что при сепсисе идет повреждение целого ряда компонентов гликокаликса за счет шаддаст, за счет воздействия специфических ферментов, которые выделяются при цитокиновом шторме. И как раз целый ряд работ и зарубежных, и отечественных авторов, включая наши работы, показывает роль вымывания компонентов гликокаликса, в частности синдикана, гепарансульфата, в развитии септического шока. Конечно же, септический шок многопланов. Поэтому особую роль в диагностике нарушений при нем играет эхокардиография. И мы видим, что могут быть разные варианты нарушений от систолической дисфункции и правожелудочного недостаточности до наиболее частого варианта диастолической дисфункции левого желудочка, которая не сопровождается снижением фракции выброса. И как раз эти нарушения в сочетании гиповолемии, в сочетании кардиогенного компонента и, самое главное, дистрибутивного шока могут вести к разным вариантам нарушений микроциркуляции. И проводя терапию септического шока, в частности инфузионную терапию, мы видим, что далеко не всегда она эффективна и за счет капиллярной утечки может приводить к целому ряду побочных эффектов и к увеличению отека не только легких, но и других органов. Поэтому оценка микроциркуляции играет также очень важную роль, о чем мы постарались также сказать и в нашем недавнем руководстве по продвинутому мониторингу гемодинамики, изданному в издательстве Шпрингер. Мы видим, что кроме симптома пятна, кроме современных методов, которые начинают внедряться в клиническую практику, в частности витальной микроскопии, которая позволяет оценить кровоток, мы можем использовать простые валидированные шкалы, например, шкала пистности кожного покрова, которая позволяет нам верифицировать степень нарушения микроциркуляции и, исходя из этого, начинать упреждающую терапию. И, конечно же, органная дисфункция при сепсии многопланово могут поражаться самые различные органы, и мы видим, что септический шок находится на одном из первых мест среди тех органов, которые поражаются при сепсии, среди проявлений полиорганной недостаточности. Это подтверждается и результатами наших работ. Конечно же, есть и определенная наследственная предрасположенность. Мы видим, что при так называемом гамма-фенотипе и сигма-фенотипе частота септического шока при одной и той же патологии будет несколько чаще. Поэтому септический шок требует продолжения исследований по своему патогенезу и по тем факторам, которые его определяют, для того, чтобы с помощью нашей интенсивной терапии мы могли постараться повлиять и на предрасположенность, и на инфекцию, и на реакцию воспаления, и на органную дисфункцию, на все компоненты патогенеза сепсиса, согласно так называемой концепции ФИРа. Безусловно, в лечении сепсиса есть целый ряд рекомендаций. Одни из последних – это наэпские рекомендации компании «Выживая при сепсисе». 93 рекомендации, на них невозможно остановиться в рамках одного доклада, поэтому я остановлюсь лишь на некоторых ключевых из них. И мы видим, что, безусловно, это в первую очередь стабилизация дыхания, кровообращения, и затем, параллельно с лечением инфекции, контроль остальных органных дисфункций и проведение соответствующей терапии. Несмотря на спорность целого ряда из этих рекомендаций, мы видим, что их применение, как показывают также результаты недавних исследований, недавних публикаций, позволяют на несколько процентов до 10% снизить летальность при этом грозном состоянии, при септическом шоке. Целый ряд отечественных руководств посвящен этой проблеме. И руководство по сепсису, изданное в 2017 году, и нацруководство по интенсивной терапии, о котором я уже говорил. Существует целый ряд рекомендаций, в том числе рекомендации при коронавирусной инфекции, рекомендации Федерации анестезиологов-анематологов, рекомендации при отдельных состояниях, рекомендации других обществ. И Денис Николаевич будет более подробно рассказывать о проекте рекомендации Федерации по лечению сепсиса. Но, говоря о том дайджесте рекомендаций, которые существуют в настоящий момент, с учетом тех, которые появились в конце прошлого года, мы видим, что, безусловно, сепсис и септический шок – это экстренные состояния, когда мы должны немедленно начинать интенсивную терапию этого состояния. И одна из довольно спорных рекомендаций – то, что на фоне как раз сепсис-индуцированной гипоперфузии требуется инфузионная нагрузка кристаллоидами, порядка 30 мл на килограмм в течение 3 часов терапии. Мы видим, что эта рекомендация носит слабый характер, у нее доказательная база снизилась, и она основана на нескольких исследованиях, которые показали средний объем инфузионной терапии, начальной, около 2 литров. Но, безусловно, мы должны понимать, что терапия легочного сепсиса отличается от терапии абдоминального сепсиса. И на фоне тяжелой пневмонии инфузия такого количества жидкости может быть явно избыточной. Поэтому фиксированный объем – все-таки это не совсем правильно. И тенденция основных публикаций последних – это все-таки болюсы жидкости, постепенное начало инфузионной терапии с оценкой эффектов тех болюсов у взрослых по 500 мл, которые мы назначаем для того, чтобы избежать как недостаточной коррекции гиповолемии, так и отека легких и других тканей. Безусловно, значимая роль принадлежит параметрам гемодинамики, динамическим параметрам и тестам от вариаций курсового давления и ударного объема до простейших тестов с подъемом ног и тестов с инфузией. И, конечно же, очень важна эхокардиография для оценки таких пациентов. Безусловно, такое комплексное обследование гемодинамики имеет более выраженную доказательную базу по сравнению с традиционно используемыми изолированными статическими параметрами, такими как ЦВД или объемы сердца. Здесь приведены те пробы простейшие, которые могут быть использованы. Инфузионная проба с нагрузкой. Идет общая тенденция к снижению до 200-300 мл за несколько минут. И одна из относительно недавних рекомендаций, которая доступна в любом лечебном учреждении, это использовать пульсовое давление. Если после теста с подъемом ног, который моделирует поступление около 500 мл взрослого человека крови от нижней конечностей, тест с так называемой виртуальной инфузионной нагрузкой, пульсовое давление повышается больше, чем на 15%. Даже в отсутствии мониторинга сердечного выброса или вариаций пульсового давления это позволяет нам предсказать, что данный пациент является потенциальным респондером, восприимчив к инфузионной нагрузке. Это схема этого простейшего теста, который, опять-таки, доступен в любом лечебном учреждении. Мы видим, что при сердеческом шоке предлагается инвазивный мониторинг к артериальному давлению, а при наличии возможности. Безусловно, возможности разные, но если таковые есть, то в крупных клиниках, там, где возможен инвазивный мониторинг, пациенты с септическим шоком, это как раз та категория больных, где этот вид мониторинга позволяет нам вовремя начать упреждающую терапию. А если есть еще возможность мониторинга сердечного выброса галлюметических параметров, то на фоне рефракторного шока это повышает наши возможности для более целенаправленной терапии. И схема мониторинга при септическом шоке предусматривает, помимо скринингового эхокардиографического обследования, помимо постановки центральной вены и артерии, артериальной линии для оценки газа в крови, артериальных и венозных, вариации гуссового давления и возможность последующего термолизационного измерения сердечного выброса и полиметрических параметров, если мы не видим клинического улучшения, если это шок с полиорганной недостаточностью, особенно с ОРДС. Безусловно, возникают дискуссии, какой уровень артериального давления использовать при септическом шоке. Мы видим, что стартовые цифры среднего артериального давления, которые мы поддерживаем с помощью норадреналина, это порядка 65-75 мм ртутного столба. Более высокие цифры артериального давления повышают риск аритмии и не рекомендованы для рутинного использования. Однако у пожилых пациентов, пациентов с атеросклерозом, сопутствующей артериальной гибертензией, иногда могут потребоваться и более высокие цифры среднего артериального давления 75-85 мм ртутного столба. Хотя это необходимо не для всех пациентов для обеспечения более органного, более эффективного органного кровотока. Недавние исследования показывают, что у некоторых, в том числе пожилых, и давление средних 65 может оказаться достаточным. Поэтому все-таки, наверное, речь идет об индивидуализации артериального давления для более эффективной, для более адекватной терапии. Безусловно, среди препаратов для инфузионной терапии первого ряда в первую очередь рекомендованы кристаллоиды, сбалансированные кристаллоиды. Мы видим, что в текущих рекомендациях как раз указано, что сбалансированные кристаллоиды предпочтительнее 0,9% раствора натрия хлорида. Безусловно, сбалансированные растворы ближе по составу к плазме человека, и они позволяют избежать эффектов гиперхлоромии, гипернатриемии, характерных для большого объема инфузии 0,9% натрия хлора. Поэтому в работах последних лет было показано, что сбалансированные растворы именно при сепсисе позволяют снизить частоту острого повреждения почек в случае почечной заместительной терапии, дней на базопрессорах и летальности по сравнению с инфузией больших объемов 0,9% натрия хлора. Безусловно, речь идет о объеме натрия хлорида, превышающем у взрослых пациентов 1,5-2 литра в сутки, превышающих суточную потребность в электролитах, которые входят в его состав. У пациентов с септическим шоком может быть использован и альбумин. Мы видим, что это слабая рекомендация с предложением использовать альбумин в дополнение к кристаллоидам при необходимости массивной инфузионной терапии. Такая терапия позволяет повысить энкотическое давление и при достижении концентрации альбумина порядка 30 г на литр и выше на фоне септического шока позволяет на несколько процентов снизить вероятность летального исхода. Но следует отметить, что доказательная база в первую очередь присутствует при септическом шоке, сочетающемся с гипоальбуминами. Рутинно использовать инфузию альбуминам всем пациентам с септицом безусловно в настоящий момент рекомендовать нельзя. Мы видим, что не поменялись рекомендации в отношении синтетических коллоидов. Не рекомендуется использовать как гидроксетилкрахмалы, так и желатины, которые могут сопровождаться повышением риска нефротоксичности и дренажной кровопотери, потребности в гемотрансфузии. И безусловно, при неэффективности инфузионной терапии для коррекции гипотензии лишь быстрое, своевременное подключение вазофрессоров позволяет нам стабилизировать гемодинамику и снизить летальность. Мы видим, что препаратом первого ряда остается норадреналин. В текущих рекомендациях указана возможность использования периферической вены для начального назначения норадреналина и его постоянной инфузии. А затем при этом используется антикапитальная вена для того, чтобы снизить риск периферических некрозов. А затем, если нам в течение нескольких часов, до 6 часов, не удается стабилизировать гемодинамику, речь идет уже о контролизации центральной вены для назначения норадреналина в подключичную либо в еремную вену. Безусловно, препаратом первого ряда является норадреналин за счет своего комбинированного воздействия на альфа- и на бета-адренорецепторы и патогенетического воздействия на основные механизмы септического шока. И примечательно, что при потребности в норадреналине, превышающей 0,25-0,5 мг на кг в минуту, в качестве препарата второго ряда предлагается дополнительно назначить вазопресин, который сейчас регистрируется в России, но пока что он недоступен. У нас есть пока лишь терролепресины с зарегистрированных в России препаратов. И препаратом третьего ряда может служить адреналин, для того чтобы увеличить инотропный эффект, в частности, того же норадреналина. Мы видим, что аналоги вазопресина, как показано в работах последних лет, позволяют снизить частоту фибрилляции предсердий при дистрибутивном шоке, но их введение, в частности, в первую очередь терролепресина, может повышать риск ишемии пальцев. И поэтому в рекомендациях компании «Выживая при сепсисе» предлагается не назначать терролепресин для того, чтобы снизить риск этих осложнений. В некоторых ситуациях может потребоваться инотропная поддержка. Мы видим, что дополнительно к норадреналину, если сохраняется дисфункция миокарда, гипоперфузия, если у нас есть основания полагать, что у пациента гиподинамический шок, предлагается назначить дебутамин или использовать инфузию адреналина, который оказался включенным в эти рекомендации по сравнению с более ранней версией. И предлагается не использовать левосиминтан в данной ситуации, учитывая то, что этот препарат, например, на фоне дистрибутивного шока, на фоне повышенной фракции выброса, который часто наблюдается у этих пациентов, его эффективность выглядит достаточно спорной. По трансфузионной терапии мы видим, что, хотя безусловный триггер для гемотрансфузии это гемоглобин менее 70 грамм на лит, но пациенты с кардиальной патологией, пациенты с кровотечением, с гипоксимией, с шоком могут потребовать и более высоких цифр гемоглобина 80-90 грамм на лит для поддержания адекватной доставки кислорода. Поэтому, безусловно, это тоже нужно учитывать при анализе этих пациентов. Я не буду подробно останавливаться на особенностях респираторной поддержки. Безусловно, это отдельная тема, и мы видим, что в текущие рекомендации вошла и высокопоточная оксигенация, и возможность использования неинвазивной вентиляции в некоторых клинических ситуациях. Остаются определенные дискуссии, когда и какой режим использовать у отдельных категорий больных. И общая тенденция при септическом шоке – это также использование стратегии протективной вентиляции, как у больных с ОРДС, так и у пациентов с риском ОРДС, поскольку, безусловно, пациенты с септическим шоком, они относятся именно к этой категории больных. И с такими элементами, как положение на животе, использование мерилоксантов при умеренном тяжелом ОРДС. И в рекомендациях 2021 года впервые по сравнению с прошлой версией оговаривается возможность использования экстракопоальной мембранной оксигенации, в первую очередь по легочным показаниям веновенозного окму, в тех центрах, где есть инфраструктура и возможности для проведения этой методики по показаниям. Безусловно, при септическом шоке очень важно и санировать своевременно очаг инфекции. Используются различные в этом плане методы. В первую очередь хирургическая санация очага инфекции под соответствующим инструментальным контролем. Мы видим, что, к сожалению, в определенном проценте случаев остается вероятность ошибочного диагноза, например, при уроинфекции, когда не видно постоматозу, например, по КТ или по УЗИ. И мы видим, что, безусловно, задержка операций сопровождается повышенной вероятностью летального исхода. И, конечно же, санация очага инфекции должна быть адекватной. Отдельная тема – это антибактериальная терапия, на которой я позволю лишь очень вкратце остановиться применительно к септическому шоку. Очень важна ранняя терапия для того, чтобы предотвратить микробную нагрузку и предотвратить то количество микроорганизмов, которое приводит к развитию шока. И, безусловно, помимо известного исследования Пумара, показывающего, что каждый час задержки с терапией антибиотиками при септическом шоке повышает летальность, опубликованы и другие работы, которые показывают, что каждый час задержки ассоциируется с увеличением риска развития септического шока как такового. Поэтому очень важно, что при предполагаемом диагнозе септического шока и высокой вероятности сепсиса антибактериальная терапия должна быть начата в пределах часа после постановки этого диагноза. Если же это сепсис без шока, то текущие рекомендации предусматривают возможность для дополнительных диагностических мероприятий и для назначения антибиотиков в течение трех часов после установления диагноза сепсиса. Ну а при низкой вероятности инфекции без шока назначение антибиотиков может быть достаточно дискутабельным. Ну и, конечно же, в некоторых ситуациях, таких как септический шок, может стать речь и о назначении нескольких антибиотиков, которые имеют как определенные преимущества, так и недостатки, как возможность усиления эффектов антибактериальной терапии, так и повышенный риск резистентности и токсичности антибиотиков. Поэтому мы видим, что в текущей версии рекомендации, если это септический шок и сепсис с высоким риском мультирезистентных микроорганизмов, предлагается использовать комбинацию двух антибиотиков. Если же низкий риск мультирезистентной флоры, то можно использовать и монотерапию одним из препаратов. И после получения результатов посева мы можем перейти уже на какой-то из представленных классов препаратов в зависимости от чувствительности данного микроорганизма к этому антибиотику. Безусловно, очень важно оптимизировать дозирование антибиотиков при сепсисе с учетом фармакокинетики и фармакодинамики этих препаратов. И тоже сегодня об этом пойдет речь в докладах. Для некоторых препаратов, которые зависят от концентрации, от них зависит их эффект терапевтический, рекомендован однократный способ введения. А для каких-то препаратов инфузионное введение или более частые назначения, как, например, для бета-локтамов. И было показано, что, например, в бета-локтамной антибиотике после начального болюса рекомендовано использовать продленную инфузию, длительность которой может различаться у разных препаратов. У цифепима – 2 часа, у меропенема – 3 часа и так далее. И, конечно же, продолжительность назначения антибиотиков может варьировать в разное количество дней у разных пациентов в зависимости от санации очага инфекции. При не санированном очаге, при у проблемных пациентов терапия антибиотиками может продолжаться и несколько недель. Но при быстром клиническом разрешении, при адекватной санации очага инфекции, возможны и более короткие курсы антибактериальной терапии. Это включено как раз в текущие рекомендации. Мы видим, что сокращение длительности антибактериальной терапии, например, с 15 до 8 дней, с 7 до 5 дней, при целом ряде состояний на фоне адекватной санации очага инфекции не ведет к ухудшению клинического исхода, а может способствовать снижению риска резистентности и экономить затраты на назначение антибиотиков. Безусловно, важно ежедневно оценивать эффективность этих препаратов для решения вопроса о дескалации. Это особенно актуально в том числе и при санктическом шоке. И мы видим, что как только мы получаем результаты посева, по текущим рекомендациям Европейского общества медицины и критических состояний, в течение суток рекомендуется поменять антибиотик, исходя из результатов посева, в том числе с дескалацией, с переходом на монотерапию, если это возможно. Ну и, конечно же, решение об изменении антибактериальной терапии и ее прекращение должно быть комплексным и основываться и на результатах посева, и на других методах бактериологической диагностики, и на положительной клинической картине, на биомаркерах, в том числе на проклистонении, на цирреактивном белке, на их снижении на 50-90% от исходно повышенных значений. Поэтому, безусловно, важен исходный контроль этих биомаркеров и их анализ через несколько дней после назначения антибактериальной терапии. Поэтому все это позволяет снизить длительность антибактериальной терапии. И как раз один из относительно недавних обзоров последних лет также показывает, что тот же проклистонин, он может на 2 с чем-то процента, но сократить длительность антибактериальной терапии и снизить летальность у этих пациентов. Безусловно, появляются новые антибиотики, но для того, чтобы найти оптимальное место для их применения, зачастую требуются дальнейшие исследования. Об этом тоже, наверное, сегодня пройдет речь. Текущие рекомендации компании «Выживая при сепсе» не содержат каких-то данных по противовирусной терапии. Рекомендуется использовать эмпирическую противовирусную терапию при высоком риске грибковой инфекции, в частности. И также эти рекомендации включают ряд дополнительных моментов, например, актуальных для септического шока, сопровождающихся метаболическим ацидозом. Мы видим, что рутинное использование того же бикарбоната натрия, соды, оно не рекомендовано при pH больше 7,15. Но если это септический шок с тяжелым ацидозом, pH меньше 7,2, особенно сопровождающийся острым повреждением почек, то терапия бикарбонатом позволяет нам выиграть время, снизить дозировки в некоторых ситуациях вазопрессоров и помочь в стабилизации состояния такого пациента. Поэтому такой простой и в то же время эффективный в некоторых случаях терапия тоже важно не забывать и время-тремени использовать. Безусловно, как и в прежней версии рекомендации, мы видим, что коррекция септического шока, она требует коррекции гипергликемии, поддержания сахара, кроме меньше 10 ммоль на литр, и возможность энтерального питания после стабилизации состояния пациента. Мы видим, что немножко расширены временные рамки с 24-48 до 72 часов в некоторых ситуациях, но, опять-таки, зачастую ждать трех суток не стоит. Если это пациент, который быстро стабилизирован, то начинать энтеральное питание можно и раньше, через сутки, через двое у таких больных. Мы видим, что рекомендации по лечению сепса включают антикогулянты с предпочтением, которое отдается низкомолекулярным гепаринам, и мы видим, что, собственно, одно из направлений лечения сепсиса это коррекция когнитивной дисфункции, поля нейропатии. Поэтому предпочтение для седации у таких пациентов отдается препаратам с коротким, ультракоротким действием, пропофолу, альфа-2-агонистам, которые позволяют раньше активизировать таких пациентов и начинать их реабилитацию от один из наших больных после экстракорпоральной мембранной оксигенации, осложненная операция, тяжелая деструктивная пневмония, экспериментальная антибактериальная терапия, и он как раз занимается кинезиотерапией для того, чтобы улучшить свой исход, и, в принципе, пациент покидает стационар своими ногами. Мы видим, что при септическом шоке предлагается профилактика острых язв, поскольку это состояние сопровождающееся повышенным риском желудочно-кишечного кровотечения, но если нет факторов риска, по мере разрушения септического шока, блокаторы протонной помпы могут быть у таких пациенток и отменены. Мы видим, что у пациентов с сепсисом и острым повреждением почек рекомендуется использовать продленную либо интерментирующую почную заместительную терапию. При случаях септического шока зачастую используются продленные методики. Но вот по сорбционным методикам остаются дискуссии. Мы видим, что далеко не все исследования показывают улучшение клинического исхода, и текущая версия рекомендаций как раз она не предлагает активное внедрение этих методик до получения дальнейших результатов исследований. Хотя, безусловно, есть целый ряд работ и позитивных, посвященных использованию этих технологий. Когда методы экстракропавальной детоксикации выступают не только для протезирования функций почек, но и как при септическом шоке для стабилизации гемодинамики, для разрешения острого респираторного дистроэнтеза и уменьшения мультиорганного отека. При септическом шоке, который носит рефрактерный характер с высокими дозировками норадреналина и адреналина, больше 0,25 мкг на кг в минуту на протяжении нескольких часов предлагается дополнительное внутривенное использование кортикостероидов, в частности гидрокортизона, для возможной заместительной терапии надпочечниковой недостаточности. Мы видим, что схема, наиболее традиционная, это внутривенная инфузия гидрокортизона, 200 мг в сутки. К сожалению, в России в течение последнего года у нас есть определенное ограничение по использованию этого препарата в силу истечения срока его регистрации. Ну и, собственно, большие обзоры, метаанализы последних лет показывают, что использование глюкокортикоидов при сепсисе, при септическом шоке позволяет уменьшить выраженность шока, органной дисфункции, но может сопровождаться и рядом побочных эффектов, в частности гипернатриемия, гипергликемия, полинерамиопатия. Интересная работа опубликована в течение последних лет по применению витаминов, витамина С, В1 и исследование Пола Марика подсказало, что использование комбинации с гидрокортизоном позволяет уменьшить выраженность полиоргана, недостаточность и летальность при сепсисе с септическом шоке. Однако большое многоцентровое исследование витаминс не позволило подтвердить эти результаты и как раз показало, что, по сути дела, положительные эффекты на исход связаны, главным образом, с введением гидрокортизона и изолированное назначение больших доз витаминов без гидрокортизона, оно не сопровождается таким вот улучшением клинического исхода, поэтому мы видим, что в текущих рекомендациях предлагается не назначать внутривенный витамин С для лечения септического шока. То же самое касается внутривенных иммуноглобулинов. Это очень гетерогенные пациенты, поэтому очень сложно вслепую назначить препараты, которые позволяют потенциальный недостаток иммуноглобулина заместить. Безусловно, наверное, здесь это предмет для все-таки более таргетной терапии. Ну и большой раздел текущих рекомендаций посвящен постановке целей терапии, обсуждению терапии, информированию родственников о возможном исходе, в том числе неблагоприятном исходе, важность постановки целей терапии как можно раньше, возможность интеграции палеотивного ухода в лечение тех пациентов с эпизом, с эпическим шоком, у которых мы видим, что некурабельные заболевания являются их причиной. Ну и, безусловно, должна быть преемственность при лечении этого пациента при переводе его из отделения реанимации в профильное отделение, при выписке из стационара, включая методы социальной, экономической поддержки, о которой также сейчас много говорится, и включение образовательных программ, в том числе для пациентов и для родственников, дистанционных программ, которые начали распространяться в том числе и в нашей стране при ковиде, при наличии возможностей с использованием мессенджера, в частности, реабилитационные программы. И мы видим, что, например, один из наших пациентов, пациент после коронавирусной инфекции, осложнивший послеоперационный период большой кардиальной операции с абсцессом фиброзного кольца, с развитием эндокардита, септического шока, несколько повторных операций, ЭКМО, 7 суток, он занимается с физиотерапевтом, получает как раз весь комплекс мероприятий и тоже покидает стационар, на своих ногах возвращается к активной жизни. Это, безусловно, очень важно. И еще раз подчеркивает то, что сепсис – это мультидисциплинарная проблема. И завершая свое выступление, я хотел бы еще раз сказать о том, что лечение септического шока и сепсиса – это многоступенчатый процесс, который включает в себя и методы профилактики от методов гигиены до тех лечебных мероприятий, которые позволяют предотвратить развитие того же септического шока, например, тоже раннее назначение антибиотиков, ранняя инфузионная, адекватная инфузионная терапия, до методов уже профилактики пациентов после выписки из стационара, профилактики рецидивов сепсиса. И, безусловно, очень важно, чтобы лечением сепсиса занимались не только анестезиологи и аниматологи, но им помогали и хирурги, и терапевты, и психологи, и реабилитологи, эпидемиологи, клинические фармакологи, для того, чтобы наша терапия была эффективной и позволила улучшить у этих пациентов клинический исход. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.